Вот такой комментарий мне оставили под одним из роликов на ютубе. Как видите, автор комментариев считает, что жена или постоянная женщина будет мужчине обходиться дешевле, чем проститутка, и я уверен, что большинство зрителей с ним не согласятся, но есть один нюанс – автор комментариев живет в Норвегии. А вы вообще когда-нибудь задумывались, почему во многих странах проституция запрещена по закону? То, что проституция запрещена, нам объясняют тем, что якобы секс за деньги – это аморально. Но разве не аморально, когда женщина, которая находится с мужчиной в официальном браке или в так называемых отношениях, берет у него деньги фактически за то же самое? Разве не аморально, что мужчины после развода забирают половину имущества и отдают ее женщине или назначают алименты на ее содержание только за то, что он эту женщину когда-то трахал? Да и по большому счету, какая государству разница, как там мужчина и женщина между собой договариваются? Ведь они же никому не причиняют вреда. Так что, очевидно, запрет на проституцию никак не связан с тем, что государство заботится о моральном облике своих граждан. Дело здесь в другом. Запрет на проституцию ограничивает права граждан, в первую очередь права мужчин, потому что женщинам бытовой проституцией заниматься никто не запрещает. А кроме того, насколько мне известно, во многих странах клиентов-проституток наказывают гораздо более жестко, чем самих проституток. То есть, как мы видим, женщины и здесь имеют льготы и привилегии. Читается, что несчастная женщина, которая попала в трудную жизненную ситуацию, вынуждена торговать своим телом. А мерзкие, аморальные мужчины, которые все как один насильники и абьюзеры думают только о сексе, этим пользуются. Но попробуйте заставить эту бедную несчастную проститутку вместо того, чтобы торговать своим телом, пойти работать. Да ни одна не согласится, потому что для женщины раздвигать многих гораздо легче, чем делать что-то другое.